Ученые из Бразилии, Испании и Британии наблюдали за группой обезьян-ревунов в лесах Мексики и Коста-Рики. Это обезьяны, которые ведут малоактивный образ жизни, им главное не двигаться. Вот они питаются листьями, такие травоядные. И все же они активно играют. И ученые подумали, зачем же им тратить энергию и играть. Провели опыты, и оказалось, что обезьяны это делают, чтобы снизить напряженность и избежать споров и конфликтов. И они с помощью игры их избегают. Вот чего нам получается. Представляете? Да. То есть у них это на каком-то вот таком уровне. Сейчас мы столкнемся, мы будем ненавидеть друг друга, лучше мы будем играть. Да. Вот это вы считаете так и есть? Это так и есть, это очень здорово и интересно. Это вообще у многих животных. То есть если бы мы играли, я не знаю, в пандемию или играли в войнушку, просто играли. Вот так вот, да? Животные так и делают. Смотри, сколько они плавают и где-то они что-то делают. Всякие такие игры довольно серьезные. Даже на старости лет. Да. И опасные, рискованные. И это все для того, чтобы заменить этим свои такие... Конфликты. Обоюдные конфликты, да. Что это, если мы экстраполируем на человечество, что должно человечество решить в таком случае? Что за игру мы должны играть? Да во что угодно. Только чтобы это была игра, чтобы она заменяла все настоящие столкновения. Все-таки в какую бы игру вы завели бы человечество? Я бы сделал так, чтобы человечество играло в то, что оно работает, зарабатывает, строит, соревнуется. Вся наша жизнь, только чтобы мы в итоге смотрели на нее, как на игру. Ага. Вот так. То есть, интересно. То есть, я иду на работу, я общаюсь со всеми, да, я... Соревнуюсь во всем, там, смотри, что у соседа, что у меня и так далее. Но это игра. Но это игра. Что это дает? Чтобы я потом мог бы сбросить счет, обнулить. И начать сначала как бы? Да. Это очень... Что-то вот такое. Это глубоко. Это требует еще разъяснений, конечно. Но это бы отвело нас от таких вот серьезных разборок. Да, да, да. Да? Да. Мы бы играли в нашу жизнь. Что наша жизнь игра? Это хорошо. Вот и сделать с нее игру. Это хорошо. Когда нам говорят, да ты играешь в жизнь, ты живи по-настоящему, это говорили. А оказывается, все наоборот. Да. Надо играть в жизнь. То есть, и тогда вот эти все ссоры, споры, я в них играю, это не то, что я, да, весь... Конечно, это бы воспринялось по-другому. Ощущали все по-другому. Мы бы строили эту игру по-другому. То есть... И к чему бы мы хотели прийти в этой игре? Вот это надо нам держать в голове было бы? Да. Не результат самой игры, а к чему мы приходим в результате. И к чему вы думаете, мы должны думать, что... К тому, чтобы между нами было понимание смысла нашего взаимодействия. А какой он? Раскрытие сил природы, которые нас вот так вот крутят. И в эту игру заводят, да? Да. И что, если я раскрою, что я действительно нахожусь внутри закона природы? Ты будешь видеть, как природа с тобой играет. Так. И действительно скажешь, что наша жизнь – игра. А вот если я буду видеть, что действительно я внутри системы, как говорят, матрицы... Ну... Что со мной... Вот со мной вот происходит то, что эта матрица хочет, как бы. Да. Что это мне даст? Это даст тебе возможность понять, что это за механизм, в котором ты участник. Так. И что ты можешь сделать для того, чтобы разобраться в этом, понять. Ведь это для чего-то существует. Для какого-то высшего разума или ради тебя. И вот чтобы на это были и направлены мои мысли, главное. Так, наверное. Да. Продолжение следует...